Всем добро и здравия, дорогие друзья! С вами Катархунт, это Асталгия. Мы начинаем всё-таки прохождение полного, как вы просили, я вижу очень большую популярность этой игрой воспользоваться. Многие, много-много сообщений с тем, чтобы продолжить. К сожалению, сохранения за ГДР у меня не осталось, но так как именно оно было вам интересно, то за него мы и сыграем те три годы, которые нам предлагает игра. Итак, стартуем. В общем-то, я не уделял внимания дипломатике, то есть всяким взаимодействиям вроде торговли, вроде дипломатии, то есть всего остального этого дела, но надо будет этим заняться в будущем и посмотреть. Давайте. Сразу же давайте в политику повысить либерализацию. Здесь можем повысить либерализацию, вещества к трене раз в месяц, по свободам, по партиям. Давайте партию немножко улучшать. По науке берем также масштабное перенасречение спецслужб, единство партии, магиентруцент и поддержка, можно сказать, запада у нас уменьшится. По экономике. Давайте, наверное, сразу же запустим алкогольный завод здесь и на западе мы поставим с вами промышленность. Ну, это на ближайшее такое, скажешь, скажем так, время. Гуманитарная помощь, дипломатия. По сути, с дипломатией мы особо пока меньше 88 не особо-то можем улучшать. Мало стран вообще, скажем так, которые хоть как-то готовы с нами взаимодействовать. Здесь в банк. Ага, пригласить интегрироваться. А в Европейские союзы интеграция, интеграция всех либералов этих. Можем союзы Чехословакии координация. Альянсики, естественно, финансовые помощи оказывать. Ну, хорошо, поехали. Три события. Боевые дружины рабочего класса. Приказы отчитать, начать исполнение своих прямых обязанностей. Те же самые события. Проспустить боевую группу и создать замену намного меньше дружины помощи народной полиции. Ну, мы, собственно говоря, их выбирали. И такое же решение в ней остается и сейчас. Сообщение из Франции. Борьба с химическим разрушением. Нас просят тоже подписать это дело. Мы подпишем и, естественно, будем выполнять. СССР и США остались довольны нашим вкладом в это дело. Либерализация киноиндустрии. Интердевочка. Показа этого прекрасного фильма. Мы ни на что не придадим высокие дела социалистического искусства. Отлично. Нас назовут не очень хорошими, скажем так, словами за такое. Но что поделать. Добрение СССР у нас уменьшается. Деньги... О, единичка, да, у нас растет. Каждые семь дней они меняются. Измене у нас идет каждые ровно семь дней. По сути, у нас поддержка народу немножко. Уровень жизни падает, да. Можно слегка с угодья, конечно, поднять. По сути, это даже бы интереснее было. Ну и по политике мы скоро уже можем рвануть, да. Да, в конце следующего месяца. Берись, пожалуйста. Все. Можем рвануть. У нас уровень жизни падает. Депрепутация растет. Нам что поделать. Так, давай дальше реализацию идем. Здесь у нас идут исследования. Ничего пока особо такого, ну, разве что помощь вот этим соседним странам оказывать. И все, больше мы ничего такого не можем. Можем признать сирийский ливан. А, не признали сирийский ливан. Нам как-то об этом сообщат? Нет. Походу, нет. О, торговлю. Отлично. Наладили торговлю, я так понимаю. Да, сирий. Здесь невозможно наладить. Здесь тоже. Здесь отношения. Наладим. И торговлю. Нам, по сути, это должно дать кое-какие бонусы. Контракт о поставке оружия в Индию. Ага. Получили гарантию политического убежища партапарату. Получили. Освободных интенсивностей с процветного индо-пакистанского войну. Ну, по сути, да. Мы торговлю наладили. Вполне себе неплохо. Единственное, что вся ряд мелких стран. Вряд ли мы даже хоть как-то сможем им помочь. Но разве что Ливию. Поддержать. И торговать. Вот. Денег стало вроде как побольше. Ну, вот чрезвычайный канал поставок нефти. Но с одобрения СР просто падает. Но доход... И доход 0,9, кстати, стал. Доход как-то упал от этого. С этими делами ливийскими. А Лжири гражданка у нас идет. Тунис мы не можем щелкнуть. Эфиопия здесь. Сомали. Йемен вообще мелкий. Квейт. По сути, остальные страны для нас как-то особо... Нажить санкции. Оказать военную помощь. Ну, кто еще здесь есть? Дипломатия. У нас единственные дела есть. И все. Ну, Япония... О, КНДР. Ставьте аналитиковы для изучения чухачки. Погнали. Гроссенхайн. Сегодня унистратура пришло письмо от Линдомана Тиля. Угу. Создать свою рок-группу. Ну, это, я как понял, Рамштайн у нас. Давайте профинансируем. Театр, которым мы увидели на сцене, группа не пропали зря. Кросс, Пейлинман нашли еще четырех музыкантов и закупили необходимое оборудование. Коллектив решил взять название части аэродрома ГСВГ и саксонцевого городка Гроссенхайн. Через несколько месяцев было выпущено их первоальпом, а зажигательное за счет пиротехники выступления и общий брутальный стиль, столь непривычный для ГДР, привели публику в восторг. Новая группа невероятно быстро обретает популярность в всей стране и даже за рубежом. А часть доходов от продаж позволит несколько пополнить наш бюджет. Однако, миссия группы стремительно растет интерес к западной музыке. Ну, понятное дело, что все просто так у нас не проходит. Давай еще побольше поддержку народа себе воткнем. Так, болезнь витамского реформатора. Ну, здесь... Давайте, пожелание скорейшего выздоровления, чтобы он продолжал свои реформы. По сути, нам больше здесь не надо ничего. Поставки, видимо, очень дорого, да, обошлись? Так, торговля-то у нас идет. Здесь мы торговаться не можем. Ровным счетом никак. И ни с кем. Погоди, события какое-то? Нет, а что туда стоим? На паузе. У нас деньжат с ровом 1,4 вот теперь. Прекрасно, деньжат побольше. Поддержка народу, депрепутация консерватора. Прям за нами закреплена вот. Так, давай дальше в дипломатию уйдем. Наука у нас движется. Экономика. Что у нас с экономикой? Нам бы надо тогда воздвигнуть эту... Целикоз угодит. Бюджет. Уровень жизни. Поднимем немножко уровень жизни. Он сейчас 0,5. Уровень жизни плюс 0,7. Как он резко у нас подрос. Кстати, так буквально вроде бы ни с того ни с сего, но уровень жизни вырос. Это вот достаточно странное... О, действие решения у нас там. Так, что у нас? Государственный совет мира и развития. До нас сегодня дальше свидетельствия о государственной правородстве в социалистической республике Ромберманский союз. В простонародье также известны, как Бирма. Он провел обещанный всенародный выбор, на которых поддела оппозиционная демократическая лига. Которая не была допущена в классе цараниями Государственного Совета по восстанавливанию закона и порядков, которые эволюционировала старая военная хунта. Мы можем тратить поздравления с таким образом, что впервые дипломатические отношения с момента ухода в международную изоляцию и формально признать в итоге переворот. Однако, возможно, в этой ситуации нам следует продолжать поддерживать линию Москвы и проигнорировать их, потому что какие-либо экономические связи не принесут нам особой выгоды, ввиду неразвитой Сибири в экономическом плане. Также наш Геншан предлагает проект по расширению наших серых влияний и защитой революции от капиталистической угрозы путем отправки гуманитарной военной помощи новым управлением Бирмы. Правка гуманитарной военной помощи и править нашу помощь. Сегодня заменательный день. Первые поставки помощи и первые наши советники отправляются защититься социалистических забываний в отдаленном уголке нашей планеты. Путь буржуазеи трепещут перед нашей мощью. При этом Янман нам крайне признательны. Мы можем просить у них что-нибудь замен, когда ситуация в стране стабилизируется. Прекрасно. Безусловно, очень хорошо. Деньги чуть побольше, уровень жизни растет, как и поддержка народа падает. Постепенно единство партии. Более чем пока в плюсе. Отлично. Два события сразу же. В Китае первое. Срочное известие из Китая. Ага, там недовольство было. Выступит в защиту китайского правительства. Мы ровно само это и делали. Я по сути так же сейчас и делаю. Устранение таможни. К отношению торговли мы уже наладили. Поэтому здесь мы с ровным счетом ничего. Здесь мы можем восстановить. Но нам не надо депрепутацию будет уборать. А у нас нету этого возможности. Правые. Выдать кредит СССР. Так, и события у нас обойдя стену. Здесь треугольник начинает стекаться. Это действительно только платный выезд. Да. Немножко народ поворчит за это дело. Типа, ну как-то не очень хорошо, что мы... Вот два события сразу. Медвежья услуга. Польша завела о том, что откроются границы. В том числе для приема беженцев из ГДР. И мы делали то, что рассказать всем о положении Польши. Ну вот. То, что у нее огромнейшая инфляция, нехватки, рост цен на продовольствие и так далее. И Польша. Кризис поиска Польской Народной Республики. То, что провалилось, реформы сейчас начнутся поддержать польские коммунисты дипломатически и материально. Мы решили нестить сложа руки и оказали поддержку нашим товарищам. Пойдя неофициально используя наших агентурных сетей. И ячеек на территории Польши. Даже без разрешения Ярузельского. Это, конечно, вызвало протест стороны демократических организаций. А также западные страны надуманно вели нас вмешаться в дела суверенного государства. Однако, какое нам даннее дело? СССР нашу акцию пророгировал в целом нейтрально. Кажется, у них там свои проблемы. В числах Кишак смог сформировать устойчивую коалицию за отдельных представителей различных партий. Однако, оппозиция уже окрестила ее домиком и спичек. По их мнению, достаточно одного серьезного крейса и она сгорит. Позиции польских мунистов шатнулись. Но формирование нового кабинета оттянуло неизбежно. Будем надеяться, что Порп справится с новыми трудностями. Ну все, хорош. Поддержали. Давай-ка тут. Без этих мне. А то началось. Проблемы, проблемы. Во. До следующей доктрины у нас есть некоторое время, да? Так, немножко извиняюсь. Отвлекли ненадолго, поэтому я здесь. Так, собственно, возвращаемся. К нашим делам. Деньги один на один так их капают. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Поддержка СССР вообще на ужасе, на самом деле. Албания. Чего это-то? О, куча событий. Так, открытие Гельмунта Коля. Представили президент Верховного Совета, Михаил Горбачев, канцлер ФРГ Гельмунт Коль, подписали в бойне документы, декларировавшие право восточной европейской стране, самим решать, кайплические системы будет определять в целых странах. Мы сохраним заветы творцов коммунизма. Конечно же. Это мы уже делали. И что у нас тут? В Японии. Красное восходящее солнце. Но вопрос на поиски ням. Совсем скоро в Японии должны пройти выборы в Верхнюю Палату Парламента. Палату Советников. В последние годы теперь дружественная нам ПАК КПЯ уверенно набирала популярность, ставясь, тем не менее, партия второго плана. Но теперь мы, возможно, могли бы поддержать их в предвыборной борьбе, выделив для этого определенную сумму денег. Получая они парламентское большинство, мы бы смогли укрепить позиции для левосточного социализма и начать более активный диалог с Японией. Более того, партия выступает за выбор американских военных баз с территории страны, что, опять же, может сыграть нам на руку. С другой стороны, КПЯ всегда держась особняком, а здесь еще представьте, президент ЦК Кензи Миямото неоднократно вступал с критикой СССР и постановлением аналинизма в целом. К этому же они выступают за полную передачу Японии к Курильской гряды. По этой причине многие в нашей партии весьма скептически относятся к идее дальнейшего углубления сотрудничества с ревизионистски настроенными КПЯ, в любом случае, сэши выбор за вами. Ну вот, что это за выборы? Оставить это затея, денег нет, но вы держитесь там в Японии. Это получает слишком большая страсть для СССР бесперспективной. Оставить это затею. Сочетав поддержку по чрезвычайному предприятию проекта, мы решили проигнорировать Юбер. В результате, хоть ЛДПЯ и не смогли набрать большинство голосов местного, неуспешно вымирали коалицию с другими правами и консервативными партиями, вновь выдержав власть. Ее лидер Сосуке Уну заявил о дальнейшем продолжении сотрудничества в США. Ну, зараза ты. Ох, новая Камбоджа. Вьетнамо-камбоджийский. Оставить на сохранение вьетнамских войск. Из страны, некоторые не сговорчивости с камбоджийской правительством. Часть войск Витама останется на ее территории в регионах с повышенной активностью Камбоджи, для защиты Камбоджи, но всего на три года. Здесь три года правительство Камбоджи пообщало урегулированную ситуацию с либеральной монархической оппозицией и уже начало переговоры с ним и первый созыв круглого стола. В то же время страны запады были вынуждены передать место в ООН от кровавых камеристов к обновленному столу прийти в Камбоджи, что может считать большой победой наших дипломатов. Странс-статистическую лагерь СССР окажется пропустили это мимушей. Однако через пару лет витамские войска все же будут выведены с территории Камбоджи, и ее прийти в сабил уже начало проведения умеренных реформ по отношению к свободе слова и внедрения элементов рынка в экономику. Ну, короче, зараза. Та еще. Продадим лицензию, пускай КНДР немножко поживет. Как говорится, по сути, в хорошем отношении с нами. О, торговля. А, мы не можем здесь ничего поделать, да? Снять санкции, военную помощь. Куманитарную. А здесь можем санкции ввести. Давай, санкции ведем против них. Но они же плохие такие. Агентурных сетей уже свободных нету. Погнали дальше. Подожди, политику. Ой, 11 из 10. Походу, я слишком сильно вбился-то вообще, по сути, в реформа, да? Вообще, в 1-1. Репутация. Союза здесь никак. Финансовая поддержка уже была. А что у нас тут в Венгрии? Хотела, я помню, выходить. Раньше у нас было же, да, при расчете. Да, поможем им финансами. А сами застроимся на поддержку народа, по сути. Потому что народ нас начинает не любить. Это нельзя допускать, ну, никак. Сами понимаете. И любовь к народу, это очень плохо. Это нам, можно сказать, станет началом нашего конца. Поэтому надо делать все аккуратненько. Во. По сути, можем взять НИИ. Один хотя бы. Хотя по политике, наверное, ограниченные партии есть. У нас, типа экономики, поздний план. Надо будет взять. Да, отепель гострой. Ох. Мы так либерализацию и проведем, походу. Время пришло. Хоникер. Вообще, Эрика Мильхи мы тогда брали. Поэтому давайте его снова и выберем. Здесь у нас сегодня время для реформ. Кончание иранского лидера. Отлично, приедем. Саддам Хусейн прислал нам ноту, в которой будет сказать, что он крайне огорчен нашими действиями и, как следствие, высылает наших пасов из страны. Так же не делалось, что нашими действиями выразила Москва. С другой стороны, наши отношения с Араном сильно ухудшивались. Ну и пофиг мне на ваши отношения. У меня и так все прекрасно. Погоди, 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 погоди. Автоматизация. Здесь мы кооперативам и артелям давали все это дело. В целом это немножко, конечно, негативно сыграет, но жить можно. И в политике надо, наверное, типа экономики постепенно тоже двигать. Хотя, может быть, и Иран это делал, начиная. Почва еще к этому не готова, но... Что поделать? Нужно. Нужно нам это, безусловно. Так. Экономика. Поздний план. Взяли. Так. И берем, наверное, с вами по строительству. Еще бы нам надо, да? У нас поддержка народу очень плохая. Бюджет, агентурная сеть. Да, зато хорошо взять. По сути, промышленность бы надо тоже. Давай промышленность здесь возьмем единичника. Чтоб деньжат было побольше. О. Ни с запада, ни с востока. Наша цель автоматизация. Все нормально. Рано, конечно, начинаю, но в целом, думаю, справимся. А что ты время-то мне не запускаешь? Алло. Алло. Ну? Игра. А что у нас? Пока деньги в отрицательном, мы не можем пойти? Можем. А что не так-то? Ну? Почему мне вообще переключает на политику с этого? Да, вообще переключает куда-то не туда. Погодите, надо разоб... Ну что ж такое-то? Давайте сохраним игру. Сохранено. И все прекрасно. Давайте теперь попытаемся настроить. Понял я, в чем проблема. Пока у нас отрицательный бюджет, мы нифига не можем сделать. Поэтому нам что-то надо убрать. Ну, приватизировать. Давай приватизируем. Огольный завод. Правда, я не знаю, зачем мы это сделали. Но нам нужны были деньги. Операция Валькирия. Товарищ генерал Скрайл, как упоминал, 45 лет назад группа офицеров в фермах Тавыглая с Людвигом Беком пыталась организовать переворот против Адольфа Гитлера. Ага. Сегодня же генерал Скрайл выступил под страницей в телевидении, находясь в тюрьме Плитзене, где казали большинство осужденных честных за игру. Он рассказывал о муках казненных здесь людей во имя Германии. Пусть он отправился на Тристанштрассе в дом, где жил Клаус, и собирались патриоты. Впервые из 40 годы открыто название имена офицеров Бека, Штауфенберга, Ольбрихта, Хафтона и Квиренхайма, истинных подрядов Германии, отдавших жизнь ради спасения своей страны. Фредерик Фром, сдавший товарищей ради собственности шкуры, стал же символом национального предательства. Киностудия Дефа объявила о подготовке съемки к масштабным фильмам при событии 20 июля. Готовится к переименованию некоторых улиц в честь офицеров. Учуждаются ордены Людвига Бека и Клауса Штауфенберга. В то же время поступило предложение от ФРГ совместно общать годовщину заговора. Мир. И вот так вот. Жесть, мы же теперь просто не можем ничего сделать. Ну блин, зараза. Не-не-не-не-не. Вот почему не пишут о том, что такие проблемы с деньгами будут, и нам походу потом проблемы. Да, хорошо, ладно, давайте вернемся к тому, что мы делали. Приватизируем. То же самое операция Валькирия нам дает. Так же. А, нам все равно надо что-то приватизировать, да? Зараза. Нам это не даст шансов, да? Плюс один к бюджету вообще. Плюс три. Ну а что мы можем взять-то еще сами? Слишком дорого. Плюс три к бюджету. То есть сейчас штаб-квартира. Промышленность дешево приватизировать. По сути, мы промышленность приватизируем за какие-то копейки и ничего и не получим. Не слишком дорого. Давай приватизируем сельское хозяйство. Типа вынуждено. Надо, значит, деньги в запасе всегда держать. А то у нас тут, знаешь ли, прям все не туда идет. Так, автоматизацию. А, мы уже повышали в этом месяце. Надо дождаться 29-го. Все. Так, что у нас парад в честь 40-летия ГДР. Конечно же. Прости парад, но не приглашать Горбачева. Как мы и делали. Собственно, сами в СУСАМИ. Типа экономики, автоматизация. Поддержка ССР куда-то съехала вообще. К чертям, можно сказать. Но в целом, ладно, жить можно. По сути, с Китаем и со всеми остальными нам уже делать-то нечего. Единственное, что мы можем попытаться установить, сказать, с КПЯ. И все. Не более того. А все остальные это... А это типа страны НАТО. И мы, по сути, ничего особого с ними делать и даже не можем. Инвестиции, дружба. Каналы. Восстановить. Ну да, дипрепутацию надо оборонить. Притом очень сильно, знаешь ли. Но мы на такой себе не можем. Позволить. Снять санкции тоже не можем. Индийско-пакистанский конфликт. Хе-хе-хе-хе. Часто, частички, на границе процелы Индии начать боевые действия. Вплоть до этого дня ситуация развялась в ее пользу. Быви действия шли на пакистанской территории, его армия терпела поражение. Однако в данный момент при построении СССР и многие другие страны идут переговоры между Индией и Пакистаном. В каждой из этих стран чужесечайное положение, что за счет угадывания выборов Индии. На неопределенный срок мы тоже можем участвовать в миротворческом процессе, однако сможем ли мы что-то сделать? Легко предсказать, что, скорее всего, Пакистан найдет большую поддержку, нежели Индия. Так что на затягивании переговоров единственное, что у нас хватит сил. С другой стороны, национальной паре теории пытаться можем пытаться всем сорвать переговоры, однако пациент этого неизвестно. Всячески... С высот заключения мира в пользу Индии по мере сил, но нам говорят, что тогда мы не сможем. Давай попытаемся. Не странно, все мастерства наш дипломат, многих странно, все же решение по поддержке индийских агрессоров. Так что нашли пытаются, чтобы благодаря Пакистану несколько упало. 50-70, как раньше, но конфликт пришел в тлевящую стадию. Зараза-то такая. Индия потеряла влияние из-за нас. Ну, мы в том числе, кстати. Да-да-да, должное, что мы тоже в этом конфликте немало так потеряли всего. Греческий вопрос. Скоро в Греции проведут парламентские выборы. Сейчас власть находится в партии Андреаса по Андрею. Всегреческое статистическое движение. Ссящий на позициях левого социал-демократа и выступающий за дружбу со слагером СССР. Правда, в целом время страну сотрясали скандалы. Направлены против власти, и потому оппозиционная партия новой демократии имеет все шансы на победу. Конечно, не факт, что им удастся выиграть, но может стоит помочь правящей партии дипломатически и задействовать нашу агентурную сеть. Как вариант, мы можем поддержать оппозицию и тем самым показать нашу демократическую позицию всему миру. Но возможно, нам стоит просто проявить ситуацию. Поможем правящей партии. Политическое поддерживание на серверах грамот работ на нашу агенту позволит пассакс-консию и миджи уверенно выдержать победу на выборах. Вернувшись на постпремер, Пап Андрея заявил о расширении сотрудничества социалистической страны и призвал НАТО глубже участвовать в программе новой международной разрядки. Прекрасно. А, подожди, политика. Да, мы же теперь можем вот что сделать. Децентрализация. Мы, по сути, вообще-то идем как бы к свободам, притом к очень сильным. Поддержка народа падает. Единство партии. Ну типа не... О. Наука. А, у нас исследуется вот что. Хорошо. Требуется плановая экономика. Так, а у нас где-нибудь еще есть? Места нету, да? Нам надо, получается, расширять так или иначе. Хорошо. Бюджет надо поднять, наверное, либо все-таки поддержку народа. Давайте поддержку народа с помощью телестанции возьмем себе. 1,3 также и осталось. Ну, неинтересненько так. Свободы. Свободу понижаем. Здесь как бы вообще без запросов. Без свободы. Живем. Нам и так хорошо. Здесь инвестиции нам, по сути, невозможно. Ну, можем здесь поддержать, разве что. Правых, левых. Гуманитарную помощь, ресурсы. 27%. Здесь 26 вообще. 27,8. 30, да? Надо 95 догнать, чтобы хоть как-то. Ну, эй. Тем самым, 33,6. Тут только... Фу-ху. Это мы так долго топили, чтобы, по сути, почти ничего не получить. Смешно, конечно. так момента моря 1990 год благоприятный обмен по нами генерал науриега задержан представителем американской администрации перевезен на флориду где он должен предстать перед судом связи с обменением в контрабазе наркотиков однако сторонника науриеги предложили нам подменить генерал с помощью наших спецслужб взамен получим большую благодарность виде его счетов европейских банков впрочем сможем отсуществить только если у нас достаточно развитой агентурной сети даже на данном случае сыро будет догадаться откуда растут руки про вашу наркотиков и будут очень сильно недоволен однако деньги ведь нужны всем особо нашему золотую валютную резерву спешу заметить что высоких кругах наш партия особенно среди войны ходит один из неизвестного авторства от устранения на риге так что вы весь мир подумал что его били американцы под страшными пытками конечно они будут довольны и американские сторонники нареки и мы не получим ни копейки на американцы будет вынуждена хотя бы на время тихоммерции преумеется и амбиции давайте международный переполох благодаря слаженно есть даже не трусти на рига умер от яда которая вызвала него синицу другие это не да и он вызвал переполоху западных сми в которых сообщили о смерти генерала в результате пыток сейчас заявила о смерти на риге из-за болезни однако в это верить далеко не все и гудбай брежнев пресс аташе мид сэр геннадий герасима завершится советский с ней наверно более вмешиваться внутренних дел других стран доктрины сенатор уже это было подписать малую доктрины брежнев согласились все кроме венгрии и польши вот так вот чтобы поделать по сути хотя бы такое дело это для нас неплохо депрепутацию надо они не в своем и мы можем заручиться их поддержкой ну что давайте на этом первую серию заканчивается вам понемножку держимся пока я не знаю к чему это приведет на самом деле нас поддержка запада немножко падает по политике манерную возьмем выборы свободу их еще больше ограничим вот так вот но зато будем идти в в идеальный путь куда-то туда в общем такая у нас серия в целом делаем стабильность депрепутацию уровень жизни надо бы повышать конечно но это будущее дело думаю мы сможем с этим делать разойтись ладно всем спасибо за просмотр не забудь пожелать лайками комментариями советами надеюсь вы ждете эту игру будет также поддерживать ее новые выпуски и дальше всем до скорых встреч пока пока